Служить Отечеству. В Петропавловске торжественно проводили 45 новобранцев в казахстанскую армию. Всего этой осенью из северного региона призовут в ряды военных порядка 700 человек. Где будут служить североказахстанцы, узнаете из нашего материала. Провожали новобранцев торжественно. Сегодня 45 будущих солдат отправятся на срочную воинскую службу в Жамбутскую область. Для этого в военкомате отобрали психологически устойчивых и физически подготовленных североказахстанцев. Ребята все прошли по состоянию здоровья, психологически отобраны, готовы к службе. Сами видите, они одеты, обуты, пострижены, готовы к воинской службе. С большим желанием у нас сейчас престижно служить вооруженность в Республике Казахстан. Поэтому ребята с большим желанием. Начали проводы со слов напутствия будущим солдатам. Перед призывниками выступили ветераны и офицеры. Они пожелали достойно служить и с честью защищать родину. Не бояться трудностей солдатской службы. Построить военную карьеру желает 20-летний Кирилл Захаров. Говорит, что служба в армии – это долг каждого мужчины. Забирают меня в сухопутную русскую учебную центру «Атар». Я иду туда по собственному желанию. Я всегда хотел отслужить в армии. Для меня это… Я считаю, что это долг каждого мужчины отслужить, потому что у меня отец служил, деды мои все служили. Я как бы, с моих слов, я бы не хотел нарушать семейную мужскую традицию. Поэтому я хочу отслужить и планирую пойти дальше на воинскую службу по контракту. Мама Кирилла Ирина Захарова с нетерпением будет ждать возвращения сына домой. Говорит, что расставаться на год тяжело, но решение сына принимает с уважением. Это очень волнительный день для меня, но я горжусь своим сыном, что он призвался в армию и волнуюсь, конечно. Но я очень хочу, чтобы он стал достойным человеком, достойным гражданином страны. Желаю ему удачи, конечно. Завершение для призывников и их родственников – показательное выступление, дефиле с саблями. Украсили сегодняшние события и барабанщики. Денис Явков, Тимур Ахматуллин. Новости Интерка.